Приветствую вас! Можно говорить о нескольких видах влияния музыки на психику человека. В первую очередь это, как вам и сказал мой коллега, влияние частоты звуковых вибраций, но нужно сказать еще и то, что, во-первых, существует другой уровень влияния. Который можно охарактеризовать как индивидуальный уровень. И, во-вторых, можно говорить о том, что музыка влияет на человека, на психику, мало того, что индивидуальным. То есть речь идет именно о индивидуальном влиянии. То есть, например, какая-то музыка влияет одним образом, какая-то музыка влияет другим образом и так далее. То есть здесь довольно много может быть всевозможных вариантов. Вот. Я полагаю, что основной вопрос заключается в том, насколько человек относится адекватно к музыке. То есть, например, ему нравится музыка, его выбор музыки, это само по себе уже довольно важный аспект. То есть люди, которые выбирают спокойную музыку, они, соответственно, чувствуют потребность успокаиваться. Да, они чувствуют потребность как-то вот, значит, релаксировать, скажем так. Люди, выбирающие музыку по-быстрее, по-агрессивнее, напротив, показывают так называемую способность к тому, что они более устойчивы. Психически. И, как бы, человек, который слушает музыку, скажем так, агрессивную, по этой причине сам может не быть, ну, как таковым агрессивным. Потому что его агрессивности, точнее, у его агрессивности есть выход. И можно говорить о том, что человек, использующий музыку как фон, использующий музыку как фоновое сопровождение, например, в своей жизни, он почти никак не разряжается. Да, почти никак не получает никакого, скажем так, эстетического удовольствия, почти никак не получает какой-либо разрядки. И, в общем-то, человек, который воспринимает музыку как фон, он, не отдаваясь ей, не отдаваясь музыке, он испытывает в основном негативные какие-то эмоции. Да, то есть она его не расслабляет, она является всего лишь отражением его настроения. Как правило, это настроение, оно, эм, ну, довольно-таки определенно, да? То есть вот, когда, например, у человека все плохо, да, он слушает медленную, там, спокойную музыку. Когда человеку, наоборот, хорошо, он слушает напротив, более такую драйвовую музыку. То есть это вот первичное идёт настроение. Здесь, конечно, Рамонов считает, что музыка влияет на человека скорее негативно. То есть она его не поддерживает, она не позволяет ему получать эстетического удовольствия. Это значит, что человек, слушая её, не получает для себя ничего. Кроме того, любая музыка довольно личная. То есть, ну вот, музыкальный вкус, это очень лично, да? И, слушая музыку, мы вспоминаем о том, кто мы в таких. Слушая музыку, мы делаем свой личностный выбор, да? Потому что через музыку мы проявляем себя, проявляем свою личность. И если этого не происходит, если музыка это всего лишь отражение нашего настроения, то можно говорить о том, что, ну, например, человек никак не выражается личностно. И не выражаясь личностно, такой человек, ну, представляется мне бедным именно личностно. И как результат у такого человека могут быть определенные трудности с выражением себя, с выражением своего «я» собственного и, собственно, со значимостью. То есть, человек не чувствует себя значимым вот в такие моменты. Это невозможно, да? Это невозможно. Опять же, по этой вот самой причине, да, по причине того, что нет никакого развития, нет никакого претворения в жизни того, что нравится, того, что может нравиться там человеку. И вот из этого следует исходить. Соответственно, если человек выбирает музыку свою, и она ему нравится, она его устраивает, она доставляет ему наслаждение, удовольствие, то здесь можно говорить о том, что музыка позволяет человеку побыв в определенной гармонии с собой, побыв наедине с собой, значит, подчувствовать, вспомнить о том, кто он, вспомнить о том, что для него важно и, собственно говоря, успокоиться и не забывать о том, кто он спокоит. Исходя из этого, я должен сделать следующее предположение. На мой взгляд, довольно справдивое, на мой взгляд, довольно справедливое. Предположение касается того факта, что если человек слушает даже агрессивную музыку, если человек слушает даже звездскую музыку, но при этом она ему нравится, то, значит, происходит выплеск негативной энергии, происходит единение с самим собой, и таким образом человек вспоминает, вспоминая, кто он такой, вспоминая свои ценности, например, свои идеалы, свои ориентиры жизненные, например, такой человек, скорее всего, с помощью музыки обретет гормоны. И жанр музыки здесь совершенно не важен. Главное, чтобы он был тем, то есть, чтобы это был тот жанр, который человеку нравился бы, эстетическое удовольствие субъекту, тому субъекту, о котором мы говорим. Никакого отрицательного влияния музыки на психику нет, кроме радущества, только использование ее в качестве фона, когда она, эта музыка, является средством для того, чтобы человек как-то справился со своими проблемами. Здесь музыка используется в качестве потакания своему настроению, в качестве отражения того, что в данном случае с человеком происходит, и не является сколько-нибудь полезным времяпровождением. Опять же, потому что то негативное, что есть, например, в их человеке, оно, как я уже сказал, не находит выхода. И это является принципиальным моментом. Если мы говорим о том, что люди, например, идут на концерт какой-то музыки, и, скажем так, там, на этом концерте, они как-то, значит, ведут себя Амарана или вот что-то еще происходит, то в этом контексте можно говорить о том, что человек использует музыку для подчеркивания своего состояния, то есть он использует музыку для выражения своей агрессии. То есть он не может никак больше, допустим, свою агрессию выразить, только вот у него есть такой способ через музыку, и он это делает другого способа, а другого способа у него нет. И я полагаю, что в этом случае опять же нельзя говорить о том, что это влияние музыки на психику человеческую по той простой причине, что определенные проблемы уже есть у человека, они уже были изначально у него, и, соответственно, прослушивание определенной музыки никак не повлияло на такого человека. Ну и на последок мои личные наблюдения того, как влияет музыка на людей, да, мои личные наблюдения. Значит, те, кто слушает популярную музыку, преимущественно люди эмоциональные, преимущественно люди, которые подвержены смене настроения, импульсивные, вспыльчивые, те, кто слушает тяжелую музыку, люди преимущественно более солдатские, более спокойные и, значит, более, так знаете, более созерцательно смотрящие на мир. Понятно, что везде есть исключения, понятно, что везде есть как бы различия и индивидуальные особенности, но мне представляется подобный расклад, подобная статистика вполне реальный и правильный, потому что это является логичным продолжением того, как люди проявляют себя через музыку. То есть, какие люди выбирают какой определенный музыкальный стиль. Надеюсь, вот вы этот момент поймете хорошо, потому что он важен. Он важен именно для лучшего понимания мыслей. Так что не стоит искать какого-то влияния музыки на психику человека, не стоит искать влияние музыки на сознание. Если у человека психика и сознание устойчивы, то никакая музыка не способна это сознание разрушить. Ну а если сознание человека не устойчиво, то, соответственно, надеюсь вы это понимаете. Если сознание человека не устойчиво, то так или иначе, рано или поздно, произойдет что-то такое, что заставит его, то есть в человеческое сознание, выйти за пределы нормы и, скажем так, проявить себя не с лучшей стороны. И к музыке отношения этого никакого не имеют. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, либо что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!